Москва меняет политику в отношении Нагорно-Карабахского конфликта и не в пользу Еревана. Российский эксперт. Очевидно, что Россия изменила свою политику в отношении конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сказала в беседе российский эксперт, кандидат политических наук, старший преподаватель СПБ ГУ Санкт-Петербурга Галина Неязова. Галина прокомментировала заявление МИД России Сергея Лаврова по Карабахскому конфликту, сделанное на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Напомним, что Лавров отметил, что касается обстановки на земле, я бы сказал, сейчас она гораздо спокойнее, чем год назад. Но вот политический процесс заторможен, и пока с этого тормоза сняться не получается. Делают стороны заявления достаточно серьезные, в том числе звучали заявления, что Карабах – это Армения. Как из тираны, премьер-министр Албании заявлял, Косово – это Албания. Это, конечно, не помогает создавать атмосферу для возобновления политического процесса. По словам Галины Неязовой, Карабахский конфликт, начавшийся на закате существования СССР и продолжающийся по сегодняшний день, определял и сейчас продолжает определять основные направления внешней политики Азербайджана. Одной из основных задач таким образом становится поиск союзников среди ведущих мировых держав, союзников, которые способны оказать влияние на Армению и привести страны к решению вооруженного конфликта мирным путем. Заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» изменило статус-кво. Армения недовольна тем, что глава МИД России открыто обвинил Ереван в затягивании мирного разрешения конфликта, хотя и подтвердило, что сделано это было впервые за все годы его существования. Теперь Армения настаивает на беспристрастности и избегании оценок, носящих односторонний характер. Очевидно, что Россия изменила свою политику в отношении конфликта в Нагорном Карабахе. Теперь это уже не игра в одни ворота, подчеркнула российский эксперт. Приветствую, дорогие подписчики! Прошу вас поддержать канал своими лайками. Делая это, вы помогаете продвижению роликов в Ютубе. И не забывайте нажать на колокольчик над видеороликом, для того, чтобы получать уведомления о новых видео на канале. Всем большое спасибо за просмотр. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok